Сюзанна, здравствуйте! Спасибо, что согласились на интервью. Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Сюзанна Зарайский, полиглот и преподаватель иностранных языков. Сюзанна, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, чем вы занимаетесь и как вы к этому пришли. Я была в русскоязычном мире, я была в России, я там через американском посольстве в Санкт-Петербурге, у меня были представления в Герцетском педагогическом институте, еще там в Майкопском библиотеке, я в Киргизии тоже делала разные такие представления в школах, в университетах, это все у меня американское посольство организовало. Вот, а второй у меня будет книга на русском языке, называется «Легкий способ быстро выучить иностранный язык с помощью музыки». О, замечательно, я слышала об этом, да, то есть это в принципе любой язык, правильно? Да, любой язык, правильно, потому что каждый язык имеет свой, ну как, музыкальность, тональность, и вот надо научить, как звучит этот язык, чтобы правильно произносить этот, правильно говорить на этом языке. Ага, я поняла, отлично, у вас потрясающий русский язык, а как долго вы, в каком возрасте вы уехали? У меня было три года, когда я уехала, так что дома мы по-русски говорили, но я, естественно, английский язык учила в школе, вот, но родители мне там, до того, что я начала kindergarten, это наш, ну как, до первого класса в Америке, у меня мама заставляла, там, русский азбуку и буквар читать, так что я знала, как писать и читать по-русски, до того, что я начала по-английски писать и читать. Вау, что я могу сказать, в три года уехала, конечно, такой русский язык супер просто, ну хорошо, ладно, а почему вообще начали вот именно заниматься, вот, вот, именно в языки, почему вы пошли, из-за вот этого опыта, да, вашего, из-за чего, как так получилось, что вы начали заниматься? Вы знаете, это хороший язык, это хороший вопрос, потому что я как-то первоначально не имела никакого интереса там не преподавать языки, там этим не заниматься, просто люди часто меня спрашивали, ну как это может быть, что вы так хорошо ладите разные языки, и что вы говорите с таком хорошим акцентом, и я как-то не очень поняла, что это у меня было, потом я читала очень интересную книгу, называется Music of Philly, я не знаю, если это есть на русском языке, это написано норопатологом Алавар Сакс, очень знаменитый британский норопатолог, и вот он написал книгу, какой эффект музыки имеет на мозге, и я поняла, что я, когда слышала языки, я их слышала как песни, и я просто копировала то, что я слышала, и я поняла, что то, что мы учим в школе, как мы учим, это в основном нам пихают, нам дают какую-то книгу, и нам надо запомнить, столько-то слов, сдавайте экзамен, а потом через неделю, через день мы уже все забываем, и я поняла, что этот метод, как мы учим языки в школе, просто неэффективный, для многих людей это просто не работает, и я поняла, что вот я могла что-то предложить, чтобы помогло других людей, чтобы они учили языки. Ага, то есть я поняла, то есть как бы из своего собственного опыта, да, то есть вы, получается, к этому пришли? Да, 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 да. Я поняла, так, отлично, спасибо. Следующий, третий вопрос, наш немножечко, наверное, такой, я даже не знаю, как вы пришли к самому первому заработку? Да, я поняла этот вопрос. Вы знаете, продажа книг не очень такой рентабельный бизнес, но в основном, если человек незнаменитый, вот, так что книги для меня, ну, я какие-то деньги, конечно, получаю, но на это жить невозможно. У меня, я думаю, первая прибыль у меня была, когда меня пригласили в Катар, это страна рядом, там, Садиско-Арабия, и я там делала разные представления, и вот мне для это платили. И то, что мне дало книга, это то, что как, это как визит-карточка, что люди понимают, что я знаю, о чём я говорю, у меня есть какого-то опыта, а потом меня приглашают что-то другое делать. Угу, угу. Я поняла. А что было самым сложным, как бы, вот именно в начале? То есть, как вы, как скоро вы поняли, что оно не особо приносит деньги, и, может быть, нужно как-то по-другому, как бы, в каком-то другом направлении больше работать? Так, вы знаете, мне уже до того, что я начала писать книгу, мне люди говорили, я тоже читала, что вот, это не так рентабельно, вот. Но я помню, я читала книгу вот этого американского писателя, Роберт Киосаки, он написал такую знаменитую книгу, Rich Dad, Poor Dad. Угу. И вот он объясняет, как он занимался разными инвестителями, и вот он сказал, что для него его книга тоже самая была, это была визит-карточка. Из-за того, что у него была эта визит-карточка, вот он был, он тоже сейчас большие деньги получает от его эти презентации, семинары и так далее. Я такие большие деньги, как он, пока ещё не получаю, но я от него это поняла, что надо думать о чём-то другом. И потом я тоже поняла, что вот не все будут читать книгу, людьми более интересно иногда просто слушать презентацию, там, видеть человека, который, ну, просто об этом говорит. И мне просто хорошо, что я раньше работала в маркетинге, я раньше работала, я вино продавала, итальянское вино, так что я занималась продажей и маркетинг. Так что я знала, как это делать, то есть для меня это не было, ну, так сложно заниматься продажами. А часто люди, которые имеют такие интересы интеллектуальные или творческие, они не очень хотят заниматься продажами. Ну, правильно, да. Вам помогло ваш опыт в продажах именно, да, то есть ещё раньше занимались именно этим. Да. Я поняла, я поняла. Хорошо. Откуда вообще пришли первые клиенты ваши, как вы помните? Вы знаете, интересно, как это получилось. Просто случайно я, так, первая моя работа после окончания университета, я работала для министерства торговли. Ну, здесь, в Калифорнии, я помогала фирмам здесь в Америке, которые хотели экспортировать свои продукты, вот. Так что у меня просто были связаны с моими бывшими коллегами здесь, в этом конторе. И я когда начала заниматься книгами, я подумала, ой, может быть, они могли бы мне помочь. Может быть, там есть какие-то, я не знаю, программы через американское правительство, которые помогают и издатели, которые имеют свои книги. И вот я просто случайно узнала, что вот они бы могли мне помочь, там, это, поехать в Катар, допустим, и там. Потом я через министерство, как, госдепартмент, стейтепартмент, я через них тоже получила такие возможности поехать за рубежом. Но это было из-за того, что я раньше работала в этом среде, так что я знала, как сказать, это не то, что у меня там были много знакомства, нет. Просто я знала, что есть такие возможности, и можно просто позвонить там в посольство или в консулат и сказать, «Так, я хочу делать такие семинары, могли бы вы мне помочь этим заниматься». Вот. Так что в какой-то мере это больше просто опыта жизни, нежели то, что я там какая-то там, ну, большая шишка, я много людей знаю. Вот. Я поняла. То есть как бы так вот удачно получилось, что вы попали именно в то направление, которое вам интересно, да? Да. Ну, кстати, я что-то к этому добавлю, что я тоже начала там звонить газетами, которые здесь у меня поблизости, радиостанции, телевизионной станции. И я предложила, что вот я бы хотела сделать разное интервью на эту тему, как это изучать языки, как путешествовать. И, к сожалению, не очень такое, как сказать, был такой очень большой интерес, но потом, когда я издал, когда я издал свою книгу на испанском языке, три с половиной года тому назад, это было гораздо мне проще, потому что здесь Соединенные Штаты, у нас есть, у нас есть много людей, которые говорят на испанском, которые очень хотят научить английский язык. И у них, для них этот вопрос очень важен, изучать английский язык. Так что мне было гораздо проще попасть там на интервью, там, в разные испаноязычные каналы, там, включая CNN, ну, большие там имена в Америке. А на CNN по-английски я, мне ещё не пригласили. И то, что для меня было важно, что вот я нашла как свой ниш, как это по-английски говорим, то есть это, ну, как сказать... Свою бизнес, сейчас скажу, тоже забыла. Да. Ниша, по-моему, они, по-моему, так и говорили. Ниша, да. Вот, и тоже то, что помогало, что вот я просто, я хорошо владею испанский язык, и для них в какой-то мере была какая-то экзотика, что вот женщина, которая, ну, родом из России, говорит по-испански так хорошо и будет нам помогать. То есть мне было гораздо проще, когда я звонила, допустим, в какие-то телевизионные станции, у меня имя такое необычное, имя Сусана, а фамилия Зарайская. Они помнят, что вот имя похоже на испанское, а фамилия русская. И вот может, то есть, как сказать, помогает иметь какую-то экзотику, потому что тогда люди вас... Это не то, что я там что-то придумала, нет, это моё имя. И то, что я думаю, что важно, что когда люди начинают свой бизнес, и они должны подумать, где я отличаюсь, и как я могла бы, как можно это использовать к моему пользу. Да, поняла. Что именно такого, что у меня есть, что я могу использовать? Да, я поняла. Да, да, или есть, если у вас есть эта ниша, какая-то, ну, этническая группа, или вы принадлежёте, не знаю, какое-то общество специальное, которому нужны ваши услуги, надо начинать с этой группы. Так что для меня я начала на английском, а мне было гораздо поршено испанском, несмотря на то, что испанский – это мой четвёртый язык. Угу, 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 да. Поняла. Спасибо, спасибо. Да. То есть, а что было легко, вот, в том, что, в принципе, вы уже, наверное, ответили на этот вопрос, если вы можете повторить ещё раз, потому что… Что было мне легко, для меня очень просто, там, на телевизоре говорить, там, на радио говорить, говорить с журналистами, у меня нет никакого страха, то есть, ничего там, на меня фотоаппарат мне снимает, я ничего не боюсь. И я знаю, что очень часто люди очень, ну, просто они боятся, ой, как это может быть, я буду на эфире, и я там что-то неправильно скажу. Ну, и я думаю, что очень важно, если человек понимает, что, ну, он боится быть на телевизоре, тогда надо иметь какую-то практику, есть, найти уроки, ну, не знаю, если они дешёвые или нет, но если вы знаете, что вам понадобится говорить, там, на телевизоре, или на радио, или, там, не знаю как, по скайпу, и вы не чувствуете себя удобно, или вы нанимаете человека, который будет заниматься вашим пиаром, ну, обычно люди, которые начинают свой бизнес, они не имеют средств, чтобы кого-то нанимать, тогда надо это научить. Это для меня очень просто. То есть, саморазвиваться, угу, поняла. И в двух словах, что было самым сложным? Ой, что самым сложным, сейчас, допустим, у меня книга будет на португальском языке, и проблема найти, как это дистрибировать в Бразилии. И вот я пробовала, там, контактировать разные, ну, издатели, но они мне не отвечают. И, то есть, мне придётся, к сожалению, вначале, это, издать книги в Америке и посылать в Бразилию. А недавно в Бразилии у них была, там, почта была на забастовке. Я думаю, ну, как я могу продавать свои книги в стране, где почта на забастовке? Да. Так что, вот такие проблемы с дистрибуцией, конечно, очень сложные. А тоже сейчас я занимаюсь, у меня книга, то есть, это документальный фильм, который я делаю, о такой язык, который называется «Ладину». И это, ну, документальный фильм, и сейчас я занимаюсь то, что называется «фандрейсинг». Ну, то есть, спрашиваю людей, что они бы давали деньги на мое кино. Это очень тяжело. И подаваясь на разные гранты, ой, я целый год этим занималась, и от этого можно с ума сойти. То есть, я писала такие длинные гранты, и ничего не получала от этого. Вы делаете это для, а как вот именно, что, как, та же, как и для книги, да, для проявления экспертности, или какая первая причина того, что... Это хороший вопрос, потому что, кстати, в России тоже есть такая проблема, что есть такие языки, я забыла, как по-русски называются, endangered languages, языки, которые, ну, исчезают. Исчезают, да, исчезают из языки. Вот, вот, вот он. И вот этот язык, ладино, это люди, которые, евреи, которые, ну, которые выехали из Испании 500 чем-то лет назад, какие-то из них ещё сохранили этот старый испанский язык. И вот это кино, которое я сейчас делаю, это у мальчика, который во время Голокауста смог сбежать из концлагеря благодаря тому, что он мог говорить на этом языке. Потому что этот язык, ну, похожий на испанский, и он поговорил с итальянским офицером, который ему помог сбежать, то есть. И это кино, это связано, конечно, со сохранением этих языков, но тоже то, что для меня очень важно, потому что мне просто очень нравится этот язык, я сама говорю на этом языке, я научила, это то, что песни, это музыка вот эта на этом старом испанском языке играет большую роль для сохранения этого языка. А моя книга, это о темах, как изучать языки с музыкой. Так что для меня это, ну, разные такие трогательные темы, все связаны вместе. Понимаю. Отлично. И последнее, это какая бы общая рекомендация, которую бы вы дали людям, начинающим свой бизнес, языковой бизнес? Вы уже опять-таки об этом говорили, просто в двух словах, если можете обращать. Вы знаете, я бы сказала, что надо очень подумать, как вы можете все побыстреть через интернет, нежели там давать лишние, там, это частные уроки, поехать кому-то домой, посмотреть, как вы могли бы все сделать по интернету, и как-то, что все было бы как-то быстрее. И тоже понять, что, к сожалению, не все хотят изучать языки. То есть часть это, это просто надо представить людьми, что языки, они очень интересные, они важные. И для этого надо делать, ну, типа какой-то пиар или маркетинг, чтобы люди это поняли. То есть сначала нужно продвинуть именно эту идею об изучении языков, правильно? Да, 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 почему это важно, какие там, ну, почему вам это хорошо или ваше здоровье, что там, как это помогает ваше мозге. Вы знаете, тоже говорят, что вот Alzheimer's, я не знаю, по-русски тоже Alzheimer's называют? Да, что вот люди, которые говорят на двух языков или больше, они могут это, ну, попозже в жизни начинать иметь Alzheimer's, чем все люди, которые только говорят на том языке. То есть надо тоже просто объяснять людьми все, как сказать, бенефиты. Выгоды, преимущества. Да, выгоды, да, преимущества и знания разных языков. Спасибо огромное, Сюзанна. Я за что? Спасибо. Очень-очень интересный разговор у нас получился. У нас в гостях была Сюзанна Зарайский, полиглот и тренер языковой. У Сюзанны выходит новая книга, не пропустите. Она выходит 22 декабря. Спасибо, до свидания.